Итак, о реализации мирной инициативы провозглашенных республик Донбасса. На протяжении сегодняшнего дня ополчение, как и обещало, будет заниматься отводом орудий калибров до 100 мм. Процесс уже идет в одностороннем порядке в ДНР и ЛНР. Надеются, украинские власти все же решатся на ответный шаг и не повторится ситуация с поселком Широкино, который армия ДНР оставила в расчете на то, что украинские подразделения сделают то же самое, однако те по-прежнему на своих позициях. Вот и сейчас от Киева никаких шагов и даже заявлений. Единственным ответом пока стал мощный обстрел Донецка. Репортаж Антона Степаненко. Страшно? Нет, конечно, мы уже такие акклиматизировались. В центре Донецка, улица Университетская, пострадали три жилых многоэтажки, улица Щеркса, четыре дома, улица Артема, еще пару домов. Артобстрел продолжался минут 25, один человек погиб, несколько раненых. Это небольшая площадь перед продуктовым магазином на Университетской. Рядом остановка, где многолюдно постоянно, только на этом пятачке мы насчитали порядка 8 попаданий. А эти снаряды падают в районе городского пруда. На берегу ресторан, рядом жилые дома. Камера мобильного телефона снимает с дистанции метра в 200. Повредила мост и газопровод. Городские службы, как только закончился обстрел, начали ремонт. Этим вечером били не только по центру Донецка. После объявления перемирия вечерний обстрел стал, по сути, самым сильным за последние несколько месяцев. В зоне поражения оказалась и 23-я больница. Кардиологическое отделение 23-й городской больницы Донецка практически полчаса было под обстрелом. По сути, это первая реакция киевских властей на мирные инициативы Донецка и Луганска об отводе вооружения, калибра которого меньше 100 мм от линии фронта. Снаряды падали во дворе больницы, но ни одного прямого попадания. К счастью для пациентов и врачей. Был свист. Я испугалась, и мы с сестрами стали выводить больных из палат в коридор. Потом начался более сильный прилет в нашу больницу. Я выбежала сюда. В этом месте я спряталась. Когда полетел снаряд в больницу, взрывной волной выбило окно. А сколько мне ранило ногу. В отделении тогда было 25 больных. В палатах и в реанимации после операции. Окна взрывной волной выбиты во всем корпусе. Мы собрали всех пациентов в коридор, где более-менее безопасно, где нет окон. Потом, когда немножко успокоилось, какой-то перерыв был, мы стащили матрас и накрыли пациентов матрасом, чтобы хотя бы как-то от осколков защититься. Потолок шеплится, все темно, ничего не видно. К этому, наверное, никогда не привыкнешь. Молились, крестились, просили Бога. Самый сильный за последние месяцы обстрел в Донецке случился сразу после сенсационного решения Донецкой и Луганской народных республик об отводе вооружения калибром менее 100 мм от линии фронта. Отвод уже начался. Танковые и артиллерийские части ополченцы убирают на расстояние в 3 км от линии соприкосновения. Пока убирают в одностороннем порядке. Все решения, принятые руководством Донецкой и Луганских республик об отводе техники от линии разрешения 3 км, не просто слова. Это очередной шаг к миру на Донбассе. Призываем наблюдательную миссию БСЕ направить своих подсоединителей, чтобы убедиться в реальности отвода техники от линии соприкосновения. В очередной раз обе республики демонстрируют свою готовность, а главное, способность на конструктивный диалог. Киев же пока отвечает артиллерийскими ударами. Тот импульс, что был сегодня дан представителями ДНР и ЛНР, действительно ставит официальный Киев в очень непростое положение. Потому что все мы прекрасно понимаем, что если сейчас не будет симметричного действия со стороны киевской власти, то это для всего мира будет означать единственное, что Киев не готов соблюдать Минские соглашения, не готов идти на компромисс, а следовательно считает, что только силовым путем можно разрешить данный конфликт. Это отнюдь не первая мирная инициатива Донецка и Луганска. Например, отвод частей ополчения из поселка Широкино, по сути, остался без ответа. За него шли упорные бои, но чтобы не равнять поселок с землей, отряды ополчения из него вышли, рассчитывая, что украинские силовики поступят так же. Но батальон Вооруженной силы Украины Азов отказался покидать свои позиции под Широкино. Тем не менее, альтернативы минским переговорам в Донецке и Луганске не видят и не ищут. Очередной раунд Минского диалога пройдет 21 июля. Антон Степаненко, Рушан Умиаров, Кристина Иванова, Первый канал, Донбасс.